Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на обзоре наверное самая необычная память из всех которые только есть сейчас на рынке. И я уверен что мало кто из вас еще видел ее вживую или слышал о ней. Итак сегодня у меня на обзоре память от фирмы G-Skill из новой линейки Trident Z Royal. Модель Royal Silver с частотой 3200 МГц. Давайте же взглянем на нее более детально. Поставляется она не просто в пластиковом боксе, а в целом кейсе наподобие ювелирного. Я думаю что слово Royal, то есть королевский, в названии памяти уже могло говорить о чем-то таком. Сами модули имеют серебряную зеркальную поверхность и сверху светящуюся RGB полоску, выполненную в форме кристаллов. Сама поверхность конечно достаточно маркая и после установки память желательно протереть от отпечатков пальцев. Поэтому слава богу что производитель положил в комплект тряпочку из микрофибры. Какая-никакая, но все же забота о нас с вами. Итак G-Skill Royal Silver, что тут можно сказать. В выключенном виде вроде бы ничего необычного, просто обычная память. Но стоит подключить питание, как оторвать глаза становится нереально. Залипательное переливание цветов, наверное по другому и не скажешь. В корпусе все это дело выглядит на самом деле еще лучше и камера не всегда может передать точно насколько это круто. Подсветка имеет синхронизацию с материнской платой и соответственно можно настроить ее так как вашей душе угодно. Честно говоря я уже малость притомился от безликих кусков пластика, которыми обычно предстает в компьютере память. Слава богу многие производители начали сейчас добавлять RGB подсветку. Но как мне кажется G-Skill в плане красоты исполнения переплюнул их всех. Да я уверен что многие сейчас скажут что все это вычурно и можно было бы и попроще. Можно друзья, у G-Skill есть куча более простой и дешевой памяти. Но если у вас стоит задача собрать красивую сборку для какого-то эстета или для вашей девушки. Или вы как и я уже порядком насмотрелись на все остальное и вам просто стало скучно. То эта память явно нечто свежее. Ну да ладно друзья, я думаю что я смог вам передать свою бурю эмоций. Хватит уже залипать на память и пора обсудить уже вопросы ее производительности. Ведь это первое что требуется от оперативной памяти. Итак мои модули с коробки работали на частоте 3200 с таймингами 16, 18, 18, 38, 2Т. И напряжением 1,35 вольта. Вообще в продаже доступен широкий ассортимент данной памяти. Начиная от 3000 мегагерц до 4600. К слову точно такая же память поставляется не только в серебряном, но и даже в золотом исполнении. То есть можно выбрать тот цвет который вам больше нравится. Что касается начинки, то память одноранговая. И в ней используются чипы AMD HUNIX. Да, не самое лучшее что можно ожидать увидеть. Поэтому ждать от нее каких-то сверх высоких показателей в разгоне конечно не следует. Однако все в принципе очень даже неплохо. XMP профиль в 3200 мегагерца запустился на моей Aorus Master без какого-то труда. При том, что данная материнская плата имеет очень много проблем с поддержкой памяти и с ее разгоном. Хотя и является одной из топовых плат от производителя. Вот такой вот парадокс. Ну да ладно, что же мы имеем с данной памятью? На 3700 мегагерцах память к сожалению не запустилась ни в какую. С любыми параметрами таймингов и станциями вокруг напряжения контроллера и прочего ничего не выходило. 3600 мегагерца память взяла, но синтетические тесты типа AIDA не проходила. Тоже пробовал все возможные варианты таймингов, но результат был одинаков. Я даже попробовал две разные версии BIOS, а для моей платы это 8B и новый 8E, но скажу я вам, что старый 8B ведет себя куда лучше нового, но достигнуть стабильности даже на нем все равно не удалось. То есть память все равно тесты не проходила. Ну и наконец на 3500 мегагерцах память запустилась спокойно. При этом тайминги и напряжение можно было оставить даже на уровне XMP профиля, то есть он подходил идеально. Итого мы имеем в итоге плюс 300 мегагерц как с куста, что очень даже неплохо, учитывая какие чипы здесь установлены. И да я верю, что на платах от другого производителя на ней все-таки удастся выжать 3600 или даже больше. Мне кажется, что все-таки есть проблема в BIOS. Ну да ладно, давайте быстренько пробежимся по всем ее плюсам и минусам. Первый плюс это конечно же внешний вид, ради этого ее я думаю производитель и создавал. Также неплохой разгонный потенциал, то есть если взять тот же самый G-Skill Aegis, то там обычно частоту с 3000 редко удается поднять выше 3200. Ну и наверное третий плюс это конечно же комплект поставки. Да я понимаю, что многим это не нужно и многие считают, что это избыточно. Но друзья, представьте, что вам нужно подарить что-то человеку, который очень сильно вовлечен в IT. И мне кажется, что такой подарок будет действительно интересным и красивым и в принципе имеет место на жизнь. Из минусов скажу только одно. Цена. Сейчас купить все это дело в России можно за 14-15 тысяч рублей, за комплект 2 по 8. Но я думаю, что в скором времени цены все-таки упадут, ведь товар вышел на рынок буквально пару месяцев назад. Также нужно учитывать, что любая память с RGB подсветкой, в том числе от других производителей, тоже стоит недешево. То есть это тот сегмент, на котором цены достаточно высокие. Вот как-то так, друзья. За сэмпл спасибо компании G-Skill. Я действительно испытал какую-то радость и какие-то новые эмоции, посмотрев на все это дело. Соответственно, если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте, нажать колокольчик, чтобы быть в центре событий. И также делитесь им с друзьями, быть может для них это будет также полезно и актуально. Всем еще раз спасибо, с вами как всегда был Белыч, и удачи вам, друзья.